Человек получает 15 тысяч. Человек получает около 12 рублей. Я говорю, а вот, ну, скажи, зарплата какая-то? 15 тысяч? Да что вы! На 15 надо еще постараться устроиться. То есть 15 тысяч, это прям вот они будут хорошо себя чувствовать. Я там у Наташи спрашиваю. Наташа, вот, ну, я так думал. Ну, тысяч 50 бы она получала? Я думаю, ну, прям королевища была бы, да? Ну, 50 тысяч и 15. Думаю, а если бы она 100 мне получила? Прям 100 тысяч. Она стала миллионщицей вот прям. Вот 100 тысяч в месяц она получала, да? В год миллион. Я говорю, Наташа, скажи, какой у тебя, ну, чек. Следующий, следующий. Все, обратно. Доход за сентябрь 221 тысяча рублей. Мне просто, не литературное слово, просто крышу сорвало, я понимаю, как человек, который был хореограф и мечтал, да, там. И вот деньги, счастье, здоровье. Простое человеческое счастье. И вопрос, что люди находят в нашем бизнесе. Ну, знаете, что бывает? Особенно у новичков. Вот они приходят, и как-то вот отказы получили. И что-то расстроились. Вот человек взрослый, да? Там у него дети, работа, специальность. Он прям расстроился, лапочка такая. Энергии нет никакой. Все. Не знаю, что делать дальше. Не пришел, трубку не взял. Все. Жизнь закончилась. Я думаю, знаешь, что? Что нужно сделать-то? Возьмите себе ручки, ежедневник, напишите 4 слова всего. Всего 4. Ежедневник, блокнот, на зеркало, на лбу себе натяжите. 4 слова всего. Шанс. Что подошла к зеркалу. О! Шанс. А шанс – это ты. Вот шанс – это я. Это все мы, мы шанс. Вот мы шанс для людей. Представьте себе, зарубить себе нового пона, на сегодня, не знаю, где там еще, что вы шанс. Мы с вами шанс для людей. Что это значит? Это значит, что через вас человек может узнать о новых возможностях. Через нас он может узнать о новом продукте. Через нас он может получить такое обучение, которое он до этого не получал. Через нас он может получить такое признание, которое ему дальше и не снилось нигде. Вы это понимаете? Вы можете стать… Вот когда вы понимаете, что вы подарок для людей, вы-то вообще не будете расстраиваться. Вы подарок. Понимаете? Вот кто не взял подарок, ну это же его проблема. Вы пошли дальше, понимаете? Что нужно сделать, чтобы стать вот классным шансом? Чтобы вы были вот прям вот классный шанс. Знаете, везде есть, в любой деятельности есть навыки. Есть профессиональные навыки. И в сетевом маркетинге есть профессиональные навыки свои. У нас всего их 10. Не 50, не 100. 10 профессиональных навыков. Освоив их, вы будете зарабатывать колоссальный день в этом бизнесе. И эти навыки, знаете, вот вы поедете в следующие разные события, вам даже место в чемодане не надо для них. Они будут у вас там, внутри. И они вам в любом городе пригодятся. Всего 10. Первый навык – создавление списка. Второй навык – приглашение. Третий навык – рандеву. Уметь говорить о возможности, о продукте. Четвертый навык – уметь подписать человека, присвоить его номер, зарегистрироваться, запустить бизнес. Пятый навык – стать наставником. Шестой навык – уметь создавать команду. Уметь выступать на сцене. Уметь выступать на сцене. Уметь делать промоушен. Промоушен продукту, компанию, промоушен наставнику, промоушен оплайн. Быть наставником. Наставничество, быть наставником. Это прямо уметь надо. И последнее – развиваться. Развиваться в этом бизнесе. Все. Всего 10 навыков. И вопрос, до какой степени мы можем развиваться в этом бизнесе. Вообще до бесконечности. Вы осваиваете это. И понимаете, когда вы несете ценность, для большого количества людей вы несете ценность какую-то. Не важно, продукты это, возможности это, обучение ли это, наставничество ли это. И сначала это как-то коряво получается. Сначала как бы не очень. Но потом лучше. Потом лучше. Потом еще лучше. Потом еще лучше. И ваша ценность начинает повышаться. Товар-борот начинает расти. И по маркетингу вам платят больше, больше, больше. А потом волшебство происходит. Когда у вас появляются люди, ваши организации, которые хотят повышать свою ценность на рынке. Они хотят повышать. Вы с ними делитесь опытом. Вы передаете им знания. И вы становитесь той дверью, через которую проходят деньги, успех, признание. Вот в этом все волшебство сетевого бизнеса. Ну что же опять слышим или видим? На людей они говорят, знаете что они говорят? А я не умею общаться. А я не могу разговаривать о деньгах. А я не могу говорить о бизнесе. А я не могу, ну и всякую вот эту хрень. Не могу, то не могу, то не могу. Слышали такое? Опять же, о чем вчера Олег сказал. Ну нет слова не могу. Понимаете? Вот человек такое существо, что он может всему научиться. Представляете? Вот всему. Скажите, вот если пацан захотел. Играть на гитаре. Он сможет? Он в руки не гадает, не право. Ну сядет, будет, блин, своего кусничка там великой. Потом какие-то лады, какие-то переборы, да? И уже пальцы все в мозолях. А он все, блин, жмет и жмет. У него какая-то мечта, какая-то цель, какая-то там причина появилась. Вот это лучше научиться. Знаете, кто вообще не водит машину? Вот, вы мне не поняли, честно. Когда первый раз сел. Представляете, я открываю дверку. Я понимаю, у меня две ноги, а там три педали. Три педали, блин, две ноги. Руль, коробка, какая-то тут палка, тут рычник, тут, блин, боковые зеркала, тут зеркало заднего вида. Еще нужно повороты. И одновременно все это делать, представляете? Это просто же я, жесть какая-то. А сейчас? А сейчас? Садишь по телефону, разговариваешь, ты поехал. Как ноги, как руки, как зеркало, вообще. То есть все на автомате. А кто видел органу живую? Вот я когда приехал, вот, Милан, зашли мы там в костюм, я подошел к нему, я понимаю, что это инопланетяне привезли сюда. Ну, это какой-то музыкальный инструмент, он вообще, вообще какой-то невообразимое существо, космический аппарат. И подходит такой, не только там, сел за него, прошло там две минутки, и такая музыка болелась. И такое, прям божество какое-то. Вот меня-то посади, я вообще не знаю, куда там тыкать, куда там нажимать. Понимаете, мы всему своему можем научиться. Абсолютно всему. При одном условии. При одном, должна быть какая-то, какая-то мечта, какая-то цель. Вот вы смотрите, пацаны, которые скейтбордивали, ненормальные, которые, помните, по ступенькам, по парапетам, по бордюрам, по этим. Упал мне, все в крови у него, колени, локти. Он раз и опять прыгает. Опять отрабатывает, опять отрабатывает, опять отрабатывает этот навык. Не могу я позвонить. Не могу я позвонить. Отказали мне. Горе-горько, все, три дня ходит, страдает, отказали. Поучитесь вот этих вот пацанов, которые локи. У них есть цель, у них есть мечта. Когда есть цель, когда есть мечта, понимаете, люди же, как они. Они же, вот вы выйдете, смотрите, не только, я не хочу интеллектуальный город ничем тут затронуть. Они, в любом городе есть люди, которые ходят с глазами мертвой рыбы. Они, блин, ходят, вот везде нас окружают. Такие люди, как у них вот, они уже, что воля, что не воля. А есть люди же другие. У них какие-то, какая-то, жизнь в глаза, какая-то энергия. Они что-то, что-то, посмотрите, вот на кухляну сидит такая. Тебе что надо? Тебе 80 лет, Том, пора сидеть. Ты что меня обижаешь? Поймаете, что? Ей в душе, блин, 30 лет, какие там, правильно? И такие люди, вот такие люди. Знаете, я расскажу вам одну историю. Одну историю расскажу. История, которая помогла мечтам. У человека была мечта и цель, и она помогла ему не просто, она помогла ему выжить. Вопрос жизни и смерти у человека стоял. Вопрос жизни и смерти. И вот этот человек у нас, знаете, он, ну, как сказать, когда человека забывают? Незаслуженно. Незаслуженно забыть. Это Виктор Чукарин, гимнаст. Он, знаете, был знаменит, чем у нас? При его жизни еще, когда он был жив в институте, где он преподавал, уже стоял его бюст. После смерти ему поставили памятник на родине. Ну, это такая редкость большая, да, случается вообще. Когда ему было 19 лет, он стал мастером спорта по гимнастике. И мечта, цель попасть на Олимпиаду. Ну, нормальная мечта любого спортсмена, да, который более-менее амбициозный. Он говорит, я буду на Олимпиаде, я буду на Олимпиаде, я буду на Олимпиаде. Случается война Великой Отечественной. И в первый же месяц войны их поп попадает в окружение, его забирают в плен. Три с половиной года в концлагерях. А надо сказать, что он был одним сыном в семье, и мать его провожала когда на фронт. Ну, представьте, мастер спорта, красавец, весь в мышцах, весь накачан, весь кровь с молоком прям такой гарная, гарная девчина, да, а тут гарная парня такая. И вот такая хлопец пошла служить в армию, и попадает он в плен. И три с половиной года в концлагерях. Узник 17 концлагерей. Последний лагерь смерти Бухенвальд. В этих лагерях, знаете, когда их водили на работу, там по обе стороны колючая проволока. И колючая проволока, она к току подключена. И свидетели говорили о том, что дня не проходило, чтобы кто-то не бросался на эту проволоку, потому что невыносимые условия, просто, ну, нету сил больше терпеть вот то, что происходит. И когда-то на днях там ему сосед по нарам говорит, завтра я вот брошусь на эту проволоку. Ой, короче, все уже, все уже, доставлено, надоело. А он что-то там, какой-то, то ли отжимался, или кто-то упражнение делал. Он говорит, Витек, ну а ты-то вот что занимаешься-то ерундой? Ты же понимаешь, что просто жопа у нас. Он говорит, я на Олимпиаду готовлюсь. Ты что, больной, что ли? Ты что, сдвиг по фазе произошел от этого всего? Какая Олимпиада? Ты что, не видишь, что происходит вокруг? Вот контрольная фраза, что происходит вокруг. Вот сейчас многие жюри говорят, ты посмотри, что сейчас происходит у нас в России. Ты посмотри, что происходит там. Ты посмотри, там грязно, там вот то, там вот то. Немножко отступление. Недавно был бой, кто смотрел Хаббита и Конор Макгрегор, да? Был бой, и следующий бой был Федора имя Ильяенко. И Федор перед боем, берут у него интервью и говорят, Федор, скажите, а вот как вы прокомментируете вот этот вот поступок Хабиба, который там прыгнул? Он говорит, что? Вы о чем? Говорит, ну вот только что бой был, только что вот это все. Он говорит, я не знаю, у меня бой, я не смотрю. Ему говорят, ну вот как же, это же, я не знаю, у меня бой, я не смотрю, у меня бой. У человека фокус Туда, понимаете И когда спросили, он говорит, у меня Олимпиада У меня Олимпиада, я там Он говорит, я знаю, что это закончится Олимпиада, там Олимпиада И знаете, я еще одну историю читал Что человек был В концлагере И у него спросили, скажи, что тебе помогло выжить Он говорит, я каждый день Засыпая в концлагере Я закрывал глаза И видел встречу с женой и с дочерью Я видел, что они меня встречают Что у них слезы радости на глазах Мы обнимаемся Я чувствую запах их, волос Вот это вот все Я там, я там, я там А то, что сегодня бьют, издеваются, не кормят Говорит, так эта ерунда закончится скоро Я там уже, у меня мечта, у меня цепь Я там живу И когда у него спрашивали, ты что, ты посоверил себя Ты на себе, ты кожа Скелет с костями Какая тебе Олимпиада? Он говорит, да, может, я не знаю, я на Олимпиаде У меня цель, я мечта Когда он пришел домой 40 килограмм он весил Мама копается в огороде Смой какой-то мужик подошел Там калитки Она копается Скелет этот стоит Она говорит, тебе что, милок? Говорит, мама Это я, Витя Она говорит, сейчас как там тяпка по башке У меня похоронка лежит на вечер Иди отсюда, мил человек Ну там, у них стычка Она пошла домой, достала похоронку Съела, поплакала над ней Выходит, он опять стоит Говорит, я тебе сказала Иди отсюда, не издевайся над старым человеком Говорит, мама, это я, Витя И они опять там То есть долго-долго это продолжалось у них Она говорит И она вспомнила, что у Вити был шрамик где-то Шрамик Она говорит, ну-ка, иди сюда, сейчас я тебе покажу Витя И она и в раз Нашла этот шрам Оказалось, это ее сын, Витя Как вы думаете, он поет на Олимпиаду? Скелет, сил нет Откуда он поехал? Виктор Чугарин Стал Семикратный олимпийский чемпион Семикратный олимпийский чемпион А вы говорите, сил нету, позвони Люди не приходят Понимаете? Вопрос не в том Вопрос не в том, что вы живете сегодняшним ожиданием С сегодняшним результатом О чем говорил Кирилл? О чем говорил Олег? Надо вот там вот поставить вот это И тогда те препятствия, которые сегодня Вы их не будете замечать Но самое главное, у вас появится в глазах Другой огонек У вас появится энергетика У вас появится желание У вас появится жизнь Люди это будут замечать Люди будут притягиваться к магниту И тогда вы станете шансом Тогда вы станете действительно шансом для других людей И тогда жизнь ваша изменится 100% Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы не было